Здравствуйте! Сегодня мы с вами познакомимся с темой развития медицины в России в 19-м, начале 20-го веков, часть 2. План лекции. Клиника внутренних болезней. Клиническая медицина, педиатрия, гинекология и акушерство, психиатрия, гигиена и общественная медицина. Клиника внутренних болезней. Термин внутренние болезни вошел в употребление в 19-м веке и вытеснил применявшееся ранее наименование терапия. Если до 19-го века терапия включала в себя все отрасли медицины, кроме хирургии и акушерства, то в рассматриваемый период выделение множества самостоятельных медицинских дисциплин сузило данное понятие. В клинической медицине в первой половине 19-го века появились педиатрия, неврология, гинекология и другие направления. Во второй половине 19-го века эмпирический путь развития медицины сменился естественно-научным. Были достигнуты успехи в понимании природы болезней, механизме их развития и распознавания. С начала 19-го века клиническая медицина стала опираться на сугубо клинические методы изучения больного. Перкуссию, аускультацию, прощупывание. В результате были описаны новые болезни и синдромы. Врачи научились распознавать такие заболевания, как пневмония, пороки сердца, острый аппендицит, ТИФ, перитонит, желчно-каменная и почечно-каменная болезни. Однако термометрия еще не применялась. Диагностические методы позволяли успешно различать отдельные заболевания. Однако лечение больных сводилось только к воздействию на симптомы заболевания или же к применению традиционных средств. Ну а к традиционным средствам относились кровопускания, использование слабительных, рвотных и тому подобное. Ефрем Осипович Мухин преподавал анатомию, физиологию, токсикологию, судебную медицину. Собственно, он был одним из тех людей, которые оказали колоссальное влияние на развитие клиники внутренних болезней в России. Он считался лучшим врачом-практиком в Москве. Его научные интересы были многообразны. На прошлом занятии мы упоминали, что он был основоположником одной из первых в России хирургических школ. Также он лично принимал участие в борьбе с эпидемией холеры. Им спрограммированы важные идеи в области физиологии. Прежде всего, речь шла о роли нервной системы. Мухин активно пропагандировал идеи оспопрививания по методу Дженнера в России. Сам Мухин руководил прививанием оспы в Голицынской больнице. И под его руководством оспопрививанию подверглись более 10 тысяч детей. Почти 11 тысяч. Также Мухин способствовал введению в медицинскую практику физиотерапевтических методов лечения. Имеются в виду тепловые процедуры, припарки, аэротерапия и тому подобное. Кроме того, в Голицынской больнице Мухин основал электрическую лечебницу, то есть применял метод электротерапии. Деятельность Мухина получила широкое признание в России и в Европе. В эту же пору в Московском университете работал великий отечественный терапевт Матвей Яковлевич Мудров. Он повлиял на развитие военной медицины в России. Под его руководством в 1808 году в Московском университете был введен новый предмет – военная гигиена. Большое значение Мудров предавал медицине предохранительной. Так тогда называли профилактику. Кроме того, Матвей Яковлевич прославился как диагност. Он указывал, что врач при опросе больного должен интересоваться всем, что имеет отношение к началу болезни. Мудров сам ввел истории болезни всех своих больных, причем как в больнице, так и на дому. В результате возник архив, состоящий из более 20 тысяч историй болезни. В качестве декана медицинского факультета Мудров оказал большое влияние на высшее медицинское образование. Ему принадлежит идея введения практических занятий для студентов по патологической и сравнительной анатомии оперативной хирургии. Он также успешно боролся с эпидемией холеры в Поволжье. Это 1828-1829 годы. Но в 1831 году сам оказался жертвой эпидемии холеры в Петербурге. И, соответственно, так же, как и другие жертвы эпидемии, Мудров был похоронен на холерном кладбище в Петербурге. Юстин Евдокимович Дядьковский – выдающийся терапевт и философ первой половины XIX века. Основным патологическим проявлением болезней Дядьковский считал лихорадку. Он указывал, что в природе не бывает абсолютного здоровья, как и не бывает абсолютной болезни. Болезни – такое изменение материи организма, при котором нарушается его обычная деятельность. Огромное внимание Дядьковский уделял расспросу больных. То есть опять в центре внимания была история болезни, вырабатывался особый метод обследования больного. Дядьковский разделял обследование больного на две части – ближайшее и отдалённое. Ближайшее обследование заключалось в тщательном объективном изучении больного по органам. При этом рекомендовалось при обследовании больного пользоваться стетоскопом. Если данных оказывалось недостаточно, тогда использовалось дополнительное или отдалённое исследование. Оно включало в себя выяснение привычек, образа жизни, перенесённых ранее заболеваний, того лечения, которое применялось ранее, состояние здоровья родственников и перенесённых ими болезней. Дядьковский также принимал участие в борьбе с холерой в 1730 году. При этом он сделал важные научные наблюдения и написал три обширные статьи, посвящённые данной проблеме. Это был широко образованный человек. Помимо естествознания медицины, он интересовался историей, философией, ботаникой, фармакологией, зоологией и минералогией. В 1835 году его обвинили в кощунстве из-за высказывания о том, что в определённых слоях земли труп может сохраняться в целостности в течение долгого времени. В результате Дядьковский был вынужден выйти в отставку. Вторая половина XIX века – время формирования крупных клинических научных школ. При этом сохранялась преемственность в развитии отечественной медицины. Лидерами клинических школ в России были Боткин и Захарин. Между этими школами имелись расхождения в принципиальных установках. Сергей Петрович Боткин – выдающийся российский врач-терапевт. С его именем связаны достижения в различных разделах клиники внутренних болезней. Боткин первым в России создал при своей клинике экспериментальную лабораторию. В этой лаборатории проводились физические, химические анализы, исследования физиологического и формакологического действия лекарственных веществ. Изучались вопросы физиологии и патологии организма, искусственно воспроизводились болезни на животных. Боткин подчеркивал, что клиницист может только до известной степени переносить на человека те данные, которые получены в результате опытов на животных. Исследования, проведенные в лаборатории Боткина, положили начало экспериментальной фармакологии, терапии и патологии в русской медицине. Лаборатория Боткина стала зародышем крупнейшего научно-исследовательского медицинского учреждения в России Института экспериментальной медицины. Впервые широко использовались лабораторные исследования как биохимические, так и микробиологические. Было введено измерение температуры тела термометром, аускультация, перкуссия, осмотр больного и т.д. Боткин указывал, что важнейшая задача практической медицины – предупреждение болезней, а при лечении больных – индивидуализация каждого случая. Боткина отличала виртуозное владение методами клинического обследования больного и тонкой наблюдательности. Боткин занимался различными областями медицины. Наиболее весом его вклад в становление отечественной кардиологии и сосудистой патологии. Он ввел в лечение сердечно-сосудистой недостаточности грицвет или адонис и ландыш. Также Боткин выдвинул гипотезы о нервных механизмах патогенеза ряда болезненных состояний. С именем Боткина связано становление и развитие гематологии, учение о ревматизме. Боткин подчеркивал роль скрытых форм инфекционных болезней в эпидемическом их распространении. Изучал заболевания желчных путей. В последние годы жизни внимание Боткина привлекли вопросы физиологии и патологии старости. И ученики Боткина продолжали разработку данного вопроса. Кроме того, Боткин занимался разнообразной общественной деятельностью. Он попробовал реформировать систему здравоохранения, но на это не было средств, статистики и людей. Это было дело будущего. Таким образом, этот человек создал самую большую в ту пору школу врачей. Одним из ближайших учеников Боткина был доктор медицины Вячеслав Аксентьевич Моносин. Он изучал проблемы голодания, происхождение и лечение лихорадки, влияние нервной системы на терморегуляцию. Другая школа клинической медицины возглавлялась Григорием Антоновичем Захариным. Захарин был великолепным диагностом и разработал особый порядок диагностики. Он придерживался того метода, который разработал когда-то Мудров. То есть речь шла об опросе о прошедших событиях в жизни больного. Захарин выяснял жилищные условия, образ жизни больного, признавал одинаково важным и метод объективного исследования. Захарин призывал не переоценивать значения лабораторных исследований. Врач, прежде всего, должен развивать у себя медицинское мышление, мощное средство для познания и проникновения в сущность патологического процесса. Захарин является основателем функциональной диагностики в отечественной медицине. То есть речь идет о исследовании функциональных изменений со стороны различных органов и систем и о том, что эти функциональные изменения предшествуют появлению в них морфологических изменений. С большой осторожностью Захарин относился к новым медикаментам и настоятельно рекомендовал предварительно проверять их действия. Необходимо было прибегать и к другим видам помощи – гидротерапии, физиотерапии и т.д. Любимое средство лечения – минеральные воды. Захарин разработал показания и противопоказания к применению минеральных вод. Кроме того, Захарин был крупным психологом-терапевтом и рассматривал внушение и психотерапию как одно из важнейших средств врачебного воздействия. Необходимо проявлять чуткость к больному, внушать ему надежду на исцеление. Захарин сформулировал задачи медицины, сочетание терапии с гидиеническими и профилактическими мероприятиями. Захарин занимался улучшением медицинского образования в Московском университете. Разработал клиническую симптоматику сифилиса и изучал связанные с этим заболеванием поражение сердца. Изучал туберкулез легких, разработал учение об этиологии желчнокаменной болезни. Существуют его работы по холерии, о тифе, о функциях нервной системы и т.д. Учеником Захарина был выдающийся русский терапевт Алексей Александрович Астраумов. С 1880 года он стал профессором госпитальной терапевтической клиники, известной в конце XIX века как Астраумовская. Алексей Александрович развивал учения Боткина и Захарина, разрабатывал проблемы наследственности и изменчивости, впервые в отечественной медицине развивал учения о наследственности, изучал проблему конституции человека, подчеркивал значение окружающей среды в развитии патологии, первостепенное значение придавал функциональной диагностике, как и предшественники считал профилактику основой клинической медицины. Клиническая медицина, педиатрия, гинекология и акушерство, психиатрия. Акушерство и гинекология до XIX века не были разделены. Центрами акушерской науки в России со второй половины XVIII века были Москва и Петербург. В Москве кафедру повивального искусства в 1790-1819 годах возглавлял Вильгельм Рихтер. Под его руководством был организован повивальный институт и родильный госпиталь при Московском университете. Первые гинекологические отделения были открыты в Петербурге в 1842 году, а в Москве в 1875. Введение наркоза, антисептики, асептики значительно расширили возможности акушерской и гинекологической практики. В середине XIX века гинекология выделилась в самостоятельную медицинскую дисциплину. Начало хирургическому направлению в гинекологии положил Александр Александрович Киттер. Именно он стал автором первого в России учебника по гинекологии «Руководство к изучению женских болезней». Он произвел первую в стране успешную через влагалищную операцию удаления матки. Большой вклад в развитие оперативной гинекологии и оперативного акушерства внес Эдуард Антон Яковлевич Красовский. Он впервые в России организовал клиническую подготовку акушеров-гинекологов. Благодаря ему возникло первое в России Петербургское акушерско-гинекологическое научное общество. Одним из основоположников отечественной гинекологии также был Владимир Иванович Снегирев, создатель первой в стране гинекологической клиники при Московском университете. Педиатрия до XIX века была тесно связана с практикой родовспоможения и врачевания женских болезней. Как самостоятельная наука педиатрия стала формироваться в 1830-60-х годах. Основоположником научной педиатрии в России является Степан Фомич Хатовицкий. Он первым начал читать с 1836 года отдельный курс детских болезней. В 1847 году Хатовицкий способствовал изданию этого курса под названием «Педиатрика». Это стало первым в России оригинальным руководством по педиатрии. Детский организм стал изучаться с учетом его анатомических и физиологических особенностей. Учитываться стало то, что эти особенности меняются в процессе развития. Впервые в истории медицины Хатовицкий определил ее цель, задачи и содержание. Нововведением была идея периодизации детства. Младенчество до первого прорезавшегося зуба. Собственно, детство примерно до возраста 7-8 лет. И отрочество до 14-18 лет. То есть на самом деле эти границы были все-таки подвижны. Также Хатовицкий выполнил целую серию уникальных работ по судебной медицине. Занимался изучением холеры. Он не успел создать собственной педиатрической школы. После его отставки в 1847 году детские болезни на долгое время были практически исключены из лекционного курса по акушерству. Внимание к педиатрии стало постепенно возвращаться с конца 1860-х годов. Также большую роль в развитии педиатрии сыграл Кондратий Иванович Грум-Гржемайло. Замечательный специалист польского происхождения. Именно он являлся автором одного из важнейших трудов по гигиене детства «Руководство к воспитанию, образованию и сохранению здоровья детей». Это работа из трех томов. В этом руководстве сформулированы положения о физическом, умственном и нравственном развитии детей. В частности, подробно описан уход, естественное и искусственное вскармливание доношенных и недоношенных детей. В первой половине XIX века большое внимание уделялось вопросам вскармливания. Новым явилось изучение грудного молока посредством химических и физических исследований. Предпринимались попытки научно определить продукт для искусственного вскармливания. Регомендации были разные. Говорили и о кашах, и о разведенном коровьем молоке. Были выработаны показания, для искусственного вскармливания. Были определены принципы питания детей различных возрастных групп. В середине XIX века началось изучение патологической анатомии детских болезней. Развитие клиники внутренних болезней, связанное с внедрением методов перкуссии и аскультации, привело к созданию системы обследования ребенка, которая позволила детализировать симптоматику детских болезней. Применение указанных методов при обследовании детей началось позднее, чем у взрослых. Принципы лечения детей чаще выжидательные, чем деятельный способ. наблюдение, диета, гигиена, строгий выбор лекарств. Тогда же врачи стали советовать применять рыбий жир. Хирургические методы не получили развития. К оперативному вмешательству прибегали только в исключительных случаях. Предупреждение болезней сводилось к индивидуальной профилактике, например, использовании метода закаливания. В 1834 году была основана первая в России и вторая в Европе специальная детская больница. Она была рассчитана на 60 коек. Больницы это создали в Санкт-Петербурге. ныне детская инфекционная больница номер 18 имени Филатова. В 1842 году открылась первая московская детская больница на 100 коек. Первая в мире больница для детей раннего возраста. Ныне детская клиническая больница номер 13 имени Филатова. Третья детская больница в России Елизаветинская клиническая больница для малолетних детей была открыта в Петербурге в 1844 году. Ее основное отличие заключалось в том, что она специализировалась на лечении детей до трехлетнего возраста. Детские больницы содержались в основном за счет благотворительных средств. Государственные субсидии были незначительны. В это же время стали появляться первые приюты для детей и первые ясли. Вот эти приюты для детей стали прообразом современных детских садов. В течение второй половины 19-го начала 20-го века педиатрия стала самостоятельным направлением медицины и предметом преподавания на медицинских факультетах. В этот период решалась кардинальная проблема – глубокое изучение особенностей детей с анатомической и физиологической точки зрения. Специальное внимание уделялось физиологии и патологии новорожденных ранее этот возраст изучали только акушеры. Началось развитие детской хирургии. Первое специальное хирургическое отделение открылось в Петербурге в 1869 году. В эту пору признали инфекционную природу дифтерии, кори, краснухи, кишечных заболеваний, ветряной оспы и других подобных болезней. Изучалось влияние социальных факторов на здоровье детей. Появились представления об аллергии, характерно сочетание тщательного осмотра и новых лабораторных и инструментальных методов. Началась научная разработка дозировки лекарств. При лечении детей именно в это время стали впервые применять химические препараты, например, жаропонижающие средства. Разрабатывались и вопросы медицинской этики. Вопросом физического развития детей посвящены исследования Петра Францевича Лесковта. К последнему 20-летию 19-го века относится появление школьной гигиены. Во второй половине 19-го века в России появляются научные школы педиатрии. В развитии педиатрии важную роль сыграл Николай Петрович Гундобин. Он создал труд особенности детского возраста. Были изучены почти все органы и системы детского организма. Возрастные функциональные особенности сердечно-сосудистой системы. Были изложены правила гигиены применительных каждому возрасту. На основе изучения особенностей анатомии физиологии ребенка были сформулированы основные законы развития человека. Рост органов в детском возрасте не происходит параллельно с их развитием. Органы человеческого тела растут в силу внутренней энергии роста заложены в них до рождения. Это зависит от наследственности и индивидуальности. Каждый орган и весь организм в периоде усиленного роста обладает наименьшей стойкостью в борьбе с вредными факторами. Гундобин также создал работы по морфологии крови у детей. Нил Федорович Филатов один из основоположников российской педиатрии создатель крупной научной школы. Его школа имела клиника физиологическое направление и разрабатывала преимущественно инфекционные заболевания у детей, нервные заболевания, болезни легких и так далее. были описаны новые заболевания, симптомы, предложены новые методы лечения. Филатов впервые выделил и описал скарлатинозную краснуху, ветряную оспу, открыл ранний признак кори, отрубевидное, шелушение, эпителия на слизистой полости. В 1892 году Филатов организовал Московское общество детских врачей, председателем которого он оставался до 1902 года. Значительный вклад в организацию педиатрической помощи внес Карл Андреевич Раухфуз. По его планам построены две детские больницы в Петербурге и в Москве, а также первый санаторий для детей. Также Раухфуз исследовал многие детские болезни, разработал режим дня для детей грудного возраста, ввел обязательное наношение халатов, дезинфекцию, изоляцию инфекционных больных и так далее. В конце 19 века он впервые променил противодифтерийную сыворотку. В развитии педиатрии важную роль сыграли научные общества, например, общество детских врачей Петербурга и съезды детских врачей. Первый международный съезд педиатров, в котором приняли участие российские врачи, состоялся в 1912 году в Париже. Первый всероссийский съезд детских врачей в 1912 году в Санкт-Петербурге. Предметом особого внимания и научных исследований российских педиатров была детская смертность. С конца 19 века увеличилось количество типов учреждений для детей, которые в основном существовали на общественные и благотворительные средства. Появился приют для недоношенных детей. Первые в России молочные кухни. Первые консультации и лечебницы для грудных детей. Первые санатории. Такое учреждение, как Ясли, также стало распространяться в России. Психиатрия, как самостоятельная дисциплина, начала развиваться в начале 19 века. Стали готовить врачей-психиатров. Первое психиатрическое заведение в Российской империи открылось в Риге в 1776 году. после земской реформы 1864 года сеть психиатрических лечебниц стала расширяться. Один из крупнейших психиатров того времени, основоположник психиатрии в России Сергей Сергеевич Корсаков, он впервые описал алкогольный полиневрит, уделял большое внимание вопросам предупреждения психических заболеваний и организации психиатрической помощи. Корсаков добивался отмены любых насильственных мер при лечении душевнобольных. В первую очередь он боролся против связывания и использования смирительных рубашек. Режим ухода, введенный Корсаковым, характеризовался дружелюбным отношением к пациентам, пониманием необходимости защиты их прав и заботы об их мелких потребностях, в той в мире, в какой-то вообще было возможно. были упразднены изоляторы, сняты решетки на окнах, создана уютная обстановка в отделениях. Развитие стоматологии. С начала XIX века в России появляются отечественные стоматологи. Особую роль в развитии медицины и, в частности, стоматологии играли Санкт-Петербургская медико-хирургическая академия и Московский университет. По закону 1810 года право вести зубоврачебную практику давалось лишь лицам, имеющим диплом по специальности зубной лекарь. закон 1838 года ввел звание донтист. Так стали именовать зубных врачей, которые обучались у специалистов-стоматологов, окончивших специальные школы зубоврачебного искусства. Право на частную практику донтисты получали после сдачи экзаменов при медицинских факультетах университетов или при медико-хирургической академии. В 1829 году женщины получили право сдавать экзамены на получение звания зубного лекаря наравне с мужчинами. Первая русская школа изучения стоматологии открылась в 1881 году в Петербурге. Ее руководителем был Вожинский. К 1883 году количество донтистов России достигло 441 человека. В 1892 году зубоврачебная школа появилась в Москве. Ее основателем стал Коварский. С появлением людей, профессионально занимающихся лечением зубов, возникла необходимость в специально оборудованных помещениях. Вначале это были отдельные кабинеты при больницах или небольшая частная практика. Постепенно спектр услуг зубоврачевания расширился. Одного кабинета стало недостаточно. Успешные донтисты стали создавать частные клиники. Пространственную организацию зубоврачебного кабинета 19 века определили два изобретения. Бормашина и зубоврачебное кресло. В России педальные бормашины не выпускались. Единственным местом, где в то время в нашей стране делались бормашины, была первая зубоврачебная мастерская Ивана Ивановича Хрущева, созданная в 1886 году в Санкт-Петербурге. Помимо бормашин и мастерской в мастерской изготавливали зубоврачебные кресла. Изготавливали также оборудование, инструменты по образцам зарубежных фирм. Однако данные разработки не были оценены должным образом. Оборудование в основном закупали в Америке, Англии, Германии. Но эта ситуация тоже имела свою негативную сторону, поскольку не было мастерских для ремонта этого оборудования. Гигиена и общественная медицина. Промышленный переворот в течение XIX века охватил страны Западной Европы и США и вызвал огромные социальные последствия. Рост промышленного производства обусловил увеличение числа городов и городского населения. Но это привело к скученности населения и дальнейшему ухудшению условий труда и быта. По инициативе передовых врачей стали проводиться санитарные обследования городов и промышленных предприятий. Гигиена как самостоятельная научная дисциплина выделилась во второй половине XIX столетия. Понятие общественная медицина сформировалось в России в 1870-х годах. Ее ввел профессор Казанского университета Петров. В отличие от лечебной медицины, занимающейся изучением и лечением болезней отдельного организма, под общественной медициной понимали медицинскую деятельность, связанную с изучением вызывающих болезни условий и определением путей совершенствования здоровья населения. В итоге дискуссии на Втором Пироговском съезде врачей в 1887 году понятие общественная медицина объединило основы земской и городской медицины, санитарную статистику, изучение факторов, влияющих на здоровье населения, способы профилактики заболеваний. Одной из важнейших задач общественной медицины того времени стало обеспечение населения общедоступной медицинской помощью. Становление общественной, в первую очередь земской, медицины, учет заболеваемости и смертности и связанный с ним анализ вредных условий труда приводили к необходимости разработки научно обоснованных гигиенических нормативов, в результате чего сформировалась новая наука – основоположником экспериментальной гигиены был немецкий врач Макс Петтенкофер, профессор Мюнхенского университета. В России одним из основоположников экспериментальной гигиены был Алексей Петрович Доброславин. Он стал первым профессором гигиены, возглавил первую в России кафедру гигиены в Петербургской медико-хирургической академии. При кафедре по инициативе Доброславина была создана экспериментальная лаборатория для научных исследований и практических занятий со слушателями академии. Доброславин является автором первых в России учебников гигиены. Это учебники такие как гигиена, курс общественного здравоохранения, и курс военной гигиены. Научные труды Доброславина были посвящены изучению обмена веществ, гигиене питания и военной гигиене. Доброславин оказал большое влияние на развитие общественной медицины. Он принимал участие в благоустройстве Петербурга. По его инициативе в 1878 году было основано Русское общество охранения народного здравия и научно-практический журнал здоровье, редактором которого он был в течение 10 лет. Вторая в России кафедра гигиены была создана в 1882 году в Московском университете. Ее возглавил Эрисман. Выдающийся отечественный гигиенист, швейцарец по происхождению, один из основоположников научной гигиены в России. О его деятельности уже говорилось на прошлой лекции, но мы с вами продолжим этот разговор, поскольку Эрисман работал во многих сферах, о которых нужно сейчас рассказать. Он уделял большое внимание школьной гигиене, гигиене жилища. Впервые опубликовал материали о вопиющем антисанитарном состоянии подвальных жилищ и ночлежных домов Петербурга. Боролся за усовершенствование канализации и, как тогда говорилось, надлежащее устройство санитарной части в России. Как уже отмечалось, в 1879-1885 годах по заказу московского земства Эрисман осуществил первое в мире комплексное социально-гигиеническое исследование условий жизни промышленного пролетариата московской губернии. Лекции и научные труды Эрисмана отличались широким подходом к решению проблем медицины. Он принимал активное участие в сооружении новых клиник университета, в частности гигиенического корпуса, где размещалась его кафедра. Руководил работами по проектированию канализации Москвы, участвовал в сооружении московского водопровода, был активным участником Пироговского общества и председателем Пироговских съездов. Эрисман создал научную школу российских ученых-гигиенистов. В 1896 году, когда профессор Эрисман выступил в поддержку передовых студентов, он был уволен из университета. Крупнейший гигиенист России был лишен возможности работать. Его пребывание в стране сделалось невозможно. Эрисман вернулся на родину, в Швейцарию. Неоценимый вклад в развитие медицины внесли организации врачей. Первые медицинские общества в России возникли в первой половине XIX века как научные центры. Эти общества формировались при университетах. Середина XIX века перед объединениями врачей стали новые задачи забота о народном здравии. Наиболее заметную роль из общества играли Московское общество врачей, общество русских врачей в память Пирогова, впоследствии называемое Пироговское общество. Они уделяли большое внимание развитию общественной медицины в России. Самым последовательным медицинским форумом в России, в котором участвовали тысячи врачей, были Пироговские съезды. Пироговское общество стало методическим центром общественной медицины в России. Съезды и постоянные комиссии общества по санитарной статистике распространению гигиенических знаний, борьбе с детской смертностью, алкоголизмом, изучению туберкулеза, малярии и другие сыграли важную роль в развитии медицинской науки в России. В разные годы в работе съездов участвовали Боткин, Корсаков, Склифосовский, Остроумов, Бехтерев, Павлов и другие. Общество издавало труды съездов, совещаний, комиссий, сборники по земской и городской медицине, библиографические указатели по общественной медицине, журнал «Общество русских врачей в память Пирогова». Впоследствии он еще издавался под названием «Общественный врач». В 1899 году общество представило публике классический труд Осипова, Попова и Куркина «Русская земская медицина». В начале XX века на съездах пироговского общества поднимались проблемы фабрично-заводского законодательства, отмены телесных наказаний и смертной казни, обсуждались вопросы хронического голодания крестьян, положения сельскохозяйственных рабочих, государственного цархования и другие. В 1917 году чрезвычайный Пироговский съезд приветствовал февральскую революцию и предложил реорганизовать медицину на основе принципов общедоступности и бесплатности медицинской помощи. Другим крупным общественным проявлением общественной активности было возникновение организаций таких как Русское общество охранения народного здравия, Российское общество попечения о раненых и больных воинах, впоследствии известной как Российское общество Красного Креста. Еще в 1854 году в разгар Крымской войны великая княгиня Елена Павловна открыла в Санкт-Петербурге крестово-звиженскую общину сестер милосердия, которых готовили для работы в военных госпиталях. На великого русского хирурга Пирогова было возложено обучение сестер милосердия, а затем руководство их работать. С декабря 1854 по январь 1856 года в военных госпитрах трудилось более 200 сестер милосердия. В 1867 году император Александр II утвердил устав общества попечения о раненых и больных войнах. Почетными членами общества стали император, все великие князья и княгини, многие высокопоставленные светские лица и представители высшего духовенства. Общество находилось под покровительством императрицы, пользовалось содействием всех правительственных лиц и получило значительные права. В 1879 году это общество переименовалось в Российское общество Красного Креста. Переименование произошло потому, что круг обязанностей и полномочий общества расширился. Еще с 1872 года люди получали помощь обществу во время стихийных бедствий, а в 1878 и 1879 годах силы общества были брошены на устранение эпидемии и их последствий. Также переименование отметило установившуюся связь общества с отделениями Красного Креста в других странах. Устав 1893 года предписывал обществу помогать не только раненым на полях сражений, но и инвалидам войн, населению, пострадавшему во время стихийных бедствий, пожаров, эпидемий и голода. К началу XX века Российское общество Красного Креста представляло собой отлаженную и хорошо развитую структуру с широкой сетью учреждений. Центральным органом было Главное управление, расположенное в Санкт-Петербурге. В общество насчитывалось около 100 тысяч членов и 450 отделений, расположенных по всей территории Российской империи. На это время пришелся наибольший расцвет общества. Источником финансирования деятельности Российского общества Красного Креста были пожертвования частных лиц, проценты сценных бумаг и различные сборы. На собственные средства обществом открывались больницы, бесплатные столовые, ночлежные дома и приюты. В целом XIX век отмечен выдающимися достижениями отечественной медицины. Успехи научной и практической медицины, становления общественной и прежде всего земской медицины, развития санитарного направления, исследования в области экспериментальной гигиены обусловили значительное улучшение лечебной помощи сельскому и городскому населению Российской империи. Определили перспективы развития отечественной медицины в XX столетии. Спасибо за внимание. Продолжение следует...